Давайте о федеральном собрании и что там звучало поговорим в этом послании, потому что наговорил там Путин, как всегда, очень много, было оно рекордное, ну вот такое первое впечатление от него, что вы первое можете выделить из услышанного? Ну, я не слушаю выступления Путина, потому что сколько можно двадцать с лишним лет одной брехню слушать, каждый раз это человек профессионально излагает нереальные вещи и просто врет. Ну, из того, что я уловил в цитировании этой речи, меня не поразило, а обратило на себя внимание, когда все сложили по арифметике, сколько обещаний он дал профинансировать то, сего, пятое, десятое, то получились какие-то невообразимые цифры. То есть, ну, весь ВВП страны, ну, скажем, икс, а у него, значит, там двадцать пять или двадцать шесть вот этих иксов получилось. Откуда он возьмет средства на то, что это весь бюджет, это не какие-то там дополнительные доходы. Ну, то есть человек обещает то, что невозможно пообещать, на это нет никаких денег и страна столько не зарабатывает. Ну, болтавня, а что ее комментировать? Да, ну, вот я назову некоторые цифры, действительно, там собрали. Четыре с половиной триллиона рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, один триллион на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, ну, и по мелочи. Семьсот миллиардов рублей на нацпроект экономика данных, четыреста миллиардов рублей на капитальный ремонт детских садов и так далее, и так далее. То есть, ну, по сути, мы можем это рассматривать не как плана до тридцатого года, а фактически просто предвыборный такой митинг. Да никакой, ну, я это не расцениваю как предвыборный митинг, это просто привычное вранье. Есть там имитация выборов, нет этой имитации выборов, он врет постоянно, поэтому обещать можно все, что угодно. Ну, нельзя это комментировать вообще, то есть перед вами брехня. Ну, население это слушает, я так понимаю, что это все-таки на население российское было направлено, вряд ли на американское, правильно ли, на украинское? Ну, я думаю, что для многого населения это картинка в телевизоре, которая там на фоново идет каким-то образом, но чтобы особой охоты специально его слушать, я как-то вот среди своих знакомых, родственников я не заметил. Потому что, когда в стране открывали кинотеатры и в кинотеатрах демонстрировали выступления президента, там ну полтора человека на зал кинотеатра было, а кто его слушал, это собрание людей без стыда и совести, которые продались этому режиму. Очень важное там прозвучало, тем не менее, кроме этих обещаний, что будем всем давать деньги и тем и этим, там был такой пассаж у Путина, что пытается Запад плитворный тянуть Россию в гонку вооружений. И таким образом провернуть трюк, который удалось совершить по отношению к Советскому Союзу, ну и развалить его, соответственно. Вот насколько действительно, ну понятно, что когда Путин говорит что-то, что мы этого не будем делать, то скорее всего это будет. Да, то есть поэтому вполне серьезно говорим о гонке вооружений. Вот насколько Россия может потянуть ее и насколько вот она уже в этой гонке вооружений, потому что многие говорят, ну вот Россия адаптировалась, перешла на военные рельсы, вот собственно вот она эта гонка вооружений. Ну, нет никакой гонки вооружений, потому что то, что сейчас делает, ну мы видим, военная промышленность России, это поддержание штанов, то есть ничего нового нет. Радикального то, что, ну посмотрите, сколько лет подряд обещают, ну какой-то ультрасовременный танк «Армата». Нет у этого танка нигде, нет ни на фронте, ни даже на парадах. Обещают там какие-то необыкновенные ракеты с непредсказуемой территорией, траекторией. То есть куда она полетит, это никто не знает даже тот, кто ее запускал. Ну я как-то не вижу этих вот ультрасовременных ракет. «Сармат» какой-то обещают, никто не знает, что это такое, как следует. Но обещать можно все, что угодно. А клепают, я смотрю, в три смены непрерывно без выходных дней, те же самые старые вот коробки бронированные, которые отправляются на фронт, и там уничтожаются через две недели. Вот если уж снаряды стали покупать у Северной Кореи, то куда дальше ехать? Дроны, так, в общем-то, по-моему, делать и не научились, и ничего не построили, а в Иране закупают. Ну как серьезно относиться к такой? То же самое происходит, где я слежу за чем-то, это нефтегазовая отрасль. Это идет архаика, это примитивизация. Чем примитивнее, тем лучше. Вот пробурили там, проделали дырку в земле, а новейшее оборудование, чтобы испытать эту скважину, определить, сколько там чего есть и что. Но этого нет. Программное обеспечение, все заграничное. Там где-то, ну, чуть ли не на 65%, но все зависит от импорта, а импорта нет. Поэтому либо покупают что-то недолговечное и не очень прочное китайское, либо вообще ничего не покупают, обходятся своими железками. Ну как можно говорить о каком-то прогрессе? То есть страна, где следующий бюджет, там 40% всех расходов бюджета, это бюджет на войну и карателей внутри страны. Все. Вот если 40% тратится, а на то же самое здравоохранение, медицину, науку, культуру, ну, урезается, урезается, урезается. Посмотрите статистику, сколько в России исчезло не просто школ, больниц, поликлиник, фельдшерских пунктов, а деревень сколько вообще исчезло в России. Положение-то очень плохое. И можно, конечно, красиво, как во время жуткого голода в Сталинском Советском Союзе показывали кубанские казаки, где все процветало, где все было роскошно, замечательно. Вот это вам речь, президент. Это кубанские казаки. Ну а что касается запрета экспорта бензина, вот уже приняли это, насколько это симптоматичное решение? Знаете, у нас сразу в Украине начали говорить, «Да, это мы, это мы, вот по нефтегазовым, по НПЗ удары были, вот они теперь вынуждены». Но на самом деле как? Ну, на самом деле удары по НПЗ сыграли свою роль, и довольно серьезную роль. Значит, цепочка получилась такая, поскольку увидели, что первый удар там пришелся на установку по высокооктановому бензину, и что его в стране будет меньше, немедленно экспортные цены российского бензина повысились. И нефтяные компании предпочитали реализовывать его не на внутреннем рынке, а на экспортном рынке. Вот даже цифры. Московский нефтеперерабатывающий завод. Одна тонна бензина, ну, даже не высокооктанового, а 92-го бензина. Если ее за границу продавать, то вот у меня даже записаны цифры – 43 тысячи рублей, а внутри, на внутреннем рынке – 29 тысяч рублей. Так вот, нефтяная компания, куда свой бензин погонит? Конечно, на экспорт. И поэтому началось все с атак дронов, конечно. Дальше повышается цена, дальше идет аппетит нефтяной компании, и дальше идет решение правительства сократить экспорт, чтобы заставить нефтяников продавать свой бензин на внутреннем рынке. Вот цепочка событий-то какая. Откуда началась и во что вылилась. Ну, то есть, стратегия хорошая, надо продолжать. Ну, так это очень выгодная стратегия в войне, потому что нарушить снабжение топливом противника и в придачу лишить его доходов от реализации, от экспортной реализации этого топлива – это первоочередная задача любой воюющей страны. А здесь минимальными усилиями, там 2-3 килограмма на каком-нибудь дроне, который попал в чувствительно важную установку на нефтеперерабатывающем заводе или на терминале по экспорту нефти и нефтепродуктов, то это серьезная победа для воюющей страны. Что касается теневых схем, даже не экспорта, а уже импорта, поскольку очень много расследований, и каждый раз, когда падают ракеты на территории Украины и со стороны России, там часть из них, уже северокорейские, да, но часть из них сделаны в России на компонентах не только Китая, не только других стран, не западных, но и западных, в том числе американских. Очень много об этом говорит Украина, очень много об этом говорит группа Макфола и Ермака, которые постоянно дают свои рекомендации и по поводу вот этих обхода, санкций, этих лазеек, этих фактов того, что до сих пор Россия какими-то обходными путями, но ей удается импортировать то, что она не может сама делать, то есть высокотехнологичную продукцию. И вот эта самая группа Макфола и Ермака все время выдает конкретные шаги. Вот одно, один из последних, ну, таких вот, то, что можно видеть, это решение Японии, да, то есть, видимо, прислушались к рекомендациям, там и алмазы запретили с России импортировать, и кучу других ввели ограничений. Но вот, тем не менее, мы видим с другой стороны, да, вот там, российской стороны, она говорит, да, ничего, это не работает, мы все равно импортируем, все равно есть серые схемы, и, в принципе, не только россияне это говорят. Вот второй год войны закончился, начался третий, полномасштабная война, это вообще уже одиннадцатый год войны. По-вашему, есть вообще прогресс вот сейчас в реальном ограничении возможности России воспроизводить вот это оружие, которым она обстреляет в Куринские города. Ну, с точки зрения импорта компонентов для военной техники, для боеприпасов, для ракет, полностью искоренить контрабанду, я думаю, что невозможно, потому что всегда найдется какой-то посредник, который будет этим заниматься. Прибыль там очень большая, потому что цены на такую продукцию, они очень серьезно возросли из-за числа посредников, из-за того, что могут поймать. Ловят, каждый отдельный случай попадает. Вот я подписан на постоянные бюллетени американского агентства, которое отслеживает такие операции, и там каждую неделю по нескольку раз обновляют эти списки, и в списки попадают компании, которые занимаются подобной контрабандой. Как-то теневой экспорт, это все называется, теневой импорт, ну, просто контрабанда. И, естественно, с этим борются, но полностью искоренить, я думаю, что это никак невозможно в современном мире, где легко обойти, сравнительно легко обойти такие запреты. Вы посмотрите, как увеличивались объемы торговли каких-нибудь бывших советских республик, Кыргызстана, например, с Германией, с другими странами, у которых есть чувствительная техника, чувствительная для военной экономики. Взлет необыкновенно, там, в 30-40 раз, вдруг с началом полномасштабных военных действий, вдруг он вот такой демонстрируется на графиках. Но, разумеется, часть этой техники не остается в том же Кыргызстане, а идет дальше в сторону России и российских сборочных заводов военной техники. Ну, у нас, действительно, это была шутка еще в 2014-м, после введения таких первых серьезных санкций против России после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, что частый вопрос в России, а что это за креветка из Белоруссии? Ответ, так вы берете или нет? Ну, то есть, это уже было. Да, а вот еще важнейшее. Ну, хорошо, там компоненты эти, там, не знаю, в кармане можно пронести, какие-то микросхемы провести, это не так сложно. Но вот теневой флот. Да, тоже, опять же, очень много об этом говорит украинская сторона, очень много внимания этой стороне вопроса, это же в фокусе внимания группы Макфол и Ермака. Не только их, но тем не менее. Теневой флот. Вот насколько он, как средство обхода потолка цен, средство пополнения российского бюджета, будем откровенны, вот насколько с ним можно что-то сделать? Потому что вроде как что-то делается, но каждый раз новые и новые факты. Вот одна компания, вот вторая компания, которая это занимается, вот под этим флагом едут, вот под этим флагом едут. Ну, посмотрите, по санкциям, которые приняты в отношении судов, так называемого теневого танкерного флота, ну, их где-то меньше 50, вот если насчитать американские санкции. Компании судоходные, которые этим занимаются, судовладельцы, ну, в частности, российская компания Совкомфлот, и 14 танкеров, в которых этой компанией есть доля участия, вот они попали под последний пакет этих санкций. Но здесь фокус-то в чем? Я думаю, что бьют-то не потому, вот если хотят санкциями наказать российскую экономику и лишить ее какой-то возможности финансировать военный бюджет, то бьют, ну, не по адресу. Вот представь тебе, нефтяная компания экспортирует нефть. Первый свой экспорт, вот первую цену, по которой она отгружает эту нефть в танкер и отправляет дальше. Но эту цену они определяют так, что продают не конечному потребителю, а дружественной компании, либо принадлежащей самой вот этой исходной нефтяной экспортерной компании, либо просто торговому какому-то представителю. Бог знает какому, там очень часто сейчас российские высокопоставленные чиновники и их прихлебатели наорганизовали десятки судоходных компаний, посреднических компаний, которые дальше накручивают цену, и, естественно, попадает эта конечная цена уже там, скажем, в Индии, она другая, она уже выше потолка, там уже можно как-то ловить, но трудно, потому что вроде бы выходит танкер, у него все документы оформлены на нефть ниже 60 долларов за баррель. Страховка вся есть, потому что застраховали груз, который якобы ниже 60 долларов за баррель. Все в порядке, как его отловить? А в процессе передачи от владельца к владельцу получается выгода, вот моржа какая-то, накрутка. Но накрутка-то эта, она в основном остается в карманах этих посредников. Они связаны с высокопоставленными, коррумпированными чиновниками, в администрации, президент, в правительстве, в олигархических, как говорят теперь, структурах. А военный бюджет, очень мало из нее возвращается. Можно было бы предположить, что, смотрите, накрутили тайные там деньги, у нас скопились на счетах в Сингапуре, Гонконге, Фуджейре, Абудабе, где-нибудь. И эти деньги идут на финансирование контрабанды военной техники, военного оборудования, боеприпасов и так далее. А не получается, вот насколько я знаю, есть источники в тех компаниях, которые сидят за границей, занимаются этой посреднической деятельностью, они страшно довольны, они ничего этого не возвращают. И поэтому бить вот по этим танкерам и по этим компаниям, это значит никак не затрагивать те доходы, которые российский бюджет получает от первой продажи нефти. Там дальше уже идет не доход российского бюджета, а идет доход каких-то жуликов, казнокрадов, вот как хотите их там называйте, посредник, спекулянтов. А правительство российское попыталось каким-то образом с этим совладать. Оно решило не обращать внимания, по какой первой цене компании все это дело продают. Они просто взяли и стали назначать для взятия налогов какую-то виртуальную цену, которая на самом деле не существует. Они взяли цену, ну, такого международно признанного сорта, бренд. Вот, и от этой цены законодательно говорят, вот теперь мы вводим дисконт, скидку с этой цены. Ну, скажем, будет 15 долларов. Были периоды, там, 31 доллар, там даже 40 долларов. А сейчас где-то, ну, 10-15 долларов, вот эта скидка. Это виртуальная цена, но все равно она помогла чуть-чуть увеличить вот эту цену нефти, с которой налоги берутся, российский бюджет. Но те доходы, которые получают посредники, они в Россию не возвращаются. Публика богатеет на войне. Это кому война, кому мать родна. И поэтому, да, ну, я не думаю, что вот так компании российские могут действовать без покровительства российского руководства. То есть вот и конкретные представители руководства богатеют на войне, на посреднических операциях. И, конечно, спекулянты от компаний российских. Вот через эти два года, насколько действительно Россия переориентировалась, наверное, на Индию, на Китай, на другие страны от Европы, насколько действительно этот рынок замещен, и насколько это необратимо уже в средне-долгосрочной перспективе. Нет, а идет все, я думаю, не к увеличению доли, поскольку санкции против морского экспорта нефти идут, не к увеличению, а к уменьшению. Потому что Китай, я не думаю, что возьмет больше. Вот по трубопроводам и через Дальний Восток Китай максимум, что мог до войны получить, это 85 миллионов, ну даже 75 оценивалось, миллионов тонн нефти из России. Но это включая трубопроводы. Там трубопровод Восточный Сибирь, Тихий океан, он в двух точках отправляет нефть в Китай. А морем Китай получал не так много. Но теперь это увеличилось. То есть Китай где-то до 110 примерно поднял свой импорт российской нефти, 110 миллионов тонн. В Индии там другая картина. Там, ну, очень мало российской нефти импортировали, а потом, когда увидели, какая она дешевая, стали морем импортировать очень много нефти, забыв на какое-то время о том, что у них в Терсидском заливе есть традиционные поставщики, и у них можно что-то такое покупать. И вот сейчас возникают новые проблемы у индийских потребителей российской энергии. Сначала это финансовые проблемы. Они попытались расплачиваться не долларами, а доллары с российскими компаниями. Очень трудно провести через банки, поскольку через корреспондентские счета в американских банках это невозможно сделать. Стали переориентироваться. Даже несколько партий в Индию ушло, платили китайскими юанями. Стали пытаться конвертировать свои рупии в валюту Объединенных Арабских Эмиратов. Но тоже не очень получается. Первая проблема – это финансовая, как расплачиваться за российскую энергию. А сейчас возникли так называемые вторичные санкции, потому что американцы и Евросоюз стали вводить наказания и грозить такими наказаниями, во-первых, банкам индийским, которые участвуют в таких сделках, а во-вторых, индийским потребителям, то есть нефтеперерабатывающим компаниям, которые покупают российскую нефть. И объем российской нефти, который в Индию идет, он стал сокращаться. Индийцы все больше и больше возвращаются к традиционным поставщикам. У них там Ирак был на первом месте, потом Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. То есть постепенно санкции действуют, и вот эти вторичные санкции, я думаю, что они только усиливаются и усиливаются. Думаю, что дальше повышать объем российского нефтяного экспорта уже не получится. Ну а что касается газа, тем же, вот с ним что? Ну а с газом там проще всего. Газ – это вот по указанию Путина решили убить газовый экспорт в Европу. То есть Путин, вероятно, думал, что вот сейчас он запретит. Я помню, у него было такое выступление чуть ли не в 2009 году или в 2008 году в Ханты-Мансийске он выступал на какой-то такой, на сборище очередном конференции. Он сказал, вот его фраза была, «Если в Европе не хотят брать на наших условиях российский газ, мы весь газ перекроем им газопроводы, весь газ будем сжижать и отправлять в Соединенные Штаты Америки». Он, вероятно, думал, что вот прекратил он экспорт российского газа в Европу, чтобы заморозить там европейцев, чтобы вызвать крах их промышленности, экономики, и они приползут на колени, значит, просить пощаду в Москву. Он думал, что этот экспорт можно чем-то заменить. А его нечем заменять. То есть даже если вдруг каким-то чудом китайцы согласятся на то, чтобы еще один газопровод в сторону Китая построить, аж с Ямальского полуострова, то первое, по этому проекту больше 50 миллиардов кубометров, вот по нему, ну нет пока проекта на большую мощность. А в дальние зарубежья, в западном направлении России, экспортировала 155, вот сейчас 27 всего, поскольку Путин отозвал свой газ из Европы, а в этом году, вероятно, меньше 23 будет. Ладно, в Китае добавим. Значит, дальше возникает два таких вопроса. Вместо 155 в Европу будем отправлять 50 в Китай, а когда начнется это? Вот чтобы выйти на эту мощность, для этого нового газопровода нужно 12-15 лет. То есть сейчас этого не будет. Второе, по какой цене китайцы купят этот российский газ? Вот в Европу продавали, ну хорошо, там 250-300 долларов за баррель, вот такая примерно цена шла, и вот сейчас идет. Были моменты, когда там был кризис такой газовый в Европе, спровоцированный Газпромом, и продавали по 1400 долларов за тысячу кубометров российского газа. В этот же момент китайцы платили за тысячу кубометров российского газа 140 долларов. То есть это по данным китайской таможни. То есть получается, что в 10 раз меньше. Вот то, что китайцы платят за российский газ, это не оправдывает. Вот сейчас работает газопровод «Силы Сибири», и он должен в 2025 году выйти на проектную мощность, 38 миллиардов кубометров газа в год. А доходы от реализации нефти в Китае, они не покрывают даже операционных издержек. Операционные издержки – это добыча нефти, вот работа там скважин и установок на промыслах. Транспортировка этой нефти, работа амурского нефтеперерабатывающего завода, который должен подготовить этот газ, разделить его на компоненты, и дальше уже чистый почти метан отправить в Китай. Вот эти расходы, они не покрываются китайской ценой. А уж те самые 70, по данным «Газпрома», 77 миллиардов долларов, которые в строительство этой инфраструктуры вложены, они никогда не покроются. То есть получается сейчас, что российское население спонсирует китайцев низкой ценой на газ, то есть отправляет им газ, который очень дорого достается России, а китайцы платят за него гораздо меньше. Хорошо, вы еще один газопровод такой же построите в Китае, и какая будет польза? То есть кроме расходов на строительство такой трубы и очень маленьких доходов, не покрывающих все это хозяйство, то смысл какой? Ну да, Путин начнет надувать щеки и говорит, мы открыли еще один маршрут экспорта газа. А что это для России и для населения-то даст? Это дичайший и глупый проект, абсолютно. Это чистое расходование денег, которых у «Газпрома» мало. Потому что «Газпром» сейчас, вот принято решение выделить «Газпрому» деньги из Фонда национального благосостояния, то есть кубышки, копилки, в которых хранятся деньги на благосостояние народа России. А ему выделяют деньги на, по-моему, сейчас выделили около 400 миллиардов рублей, только в один год, на продолжение строительства завода, который тоже некоммерческий завод. Это на берегах Балтики, около Усть-Луги, он собирается строить завод по производству, производству, ну, фактически, пластмасс, то есть газохимии у объекта, и сжижение газа для его дальнейшего экспорта на 13 миллионов тонн в год этого сжиженного природного газа. Но это дичайший совершенно проект, абсолютно некоммерческий, и мало технологий они до сих пор не решили, какая компания способна предоставить им для этого нужные технологии. Потому что все западные компании из этого проекта ушли. Да еще и американцы объявили санкции против этого проекта. Что там дальше будет? А деньги из Российского фонда национального благосостояния на этот проект в этом году пошли. Ну, напоследок, знаете, в контексте газа, очередной раз Путин, чтобы уже так закольцевать нашу беседу, Путин в этом федеральном послании, в послании федеральном собрании, очередной раз пообещал россиянам, что газифицирует Россию. Там говорил о Дальнем Востоке, там говорилось о том, что Приморский, Забайкальский край, Кабаровский, Мурманская, Мурская область, Еврейская автономная область, Карелия. В общем, много чего обещал. И журналисты, аналитики посмотрели предыдущие его выступления, там, в 2018-м, 2012-м, да, и то же самое было. Там светлое будущее наступит через 10 лет, еще через 5 лет. Вот в чем проблема газификации России? Или это невозможно в целом? Да нет, это никому не выгодно. Газпрому это не выгодно, коррупционерам это не выгодно. Деньги вкладывать надо, а там польза от этого. И распилить, и как-то от этого дела откат какой-то сделать, там ничего нет. Вы посмотрите, Сила Сибири прошла через российскую территорию в Китай, а в Амурской области сколько там кого газифицировали? Ничего. Огромный газотранспортный коридор, Ямала идет через Коми, через Торжок туда, к Балтике, а вокруг ни одного населенного пункта не газифицировали. Это все на экспорт рассчитано. Поэтому не надо обращать внимание на болтовни. Михаил Иванович, здравствуйте. Добрый день. Начнем, давайте, высокой информации. Помним, что на фоне войны Израиля с КамАЗом цены на нефть немного выросли. Было это 10 ноября. Теперь же нефть дешевеет третью неделю подряд на фоне спада опасений относительно войны на Ближнем Востоке. Как думаете, эта тенденция падения цен может сохраниться? Если да, то при каких условиях? Когда стали говорить о том, что новый виток напряженности на Ближнем Востоке может повлиять на то, что цены на нефть пойдут вверх. И заметили, да, действительно, где-то там на полтора процента в тот день, когда произошли известные события, вероятно, на следующий день после этих событий, цены несколько повысились, но перед этим-то они где-то на 15 процентов за пару недель упали. А затем, после этого, наметилось новое падение нефтяных цены, такое значительное, что стали искать причины. А что же там такое-то происходит? Выяснили, ну, по крайней мере, то, что министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель-Азиз, сказал, что это все абсолютно не имеет никакого отношения к политике, к положению дел на Ближнем Востоке, а это все игры спекулянтов. Кто-то решил поиграть, кто-то что-то продал из фьючерсов, кто-то что-то купил из фьючерсов. Действительно, если присмотреться к тем странам, которые осуществляют добычу нефти и поставки этой нефти на мировой рынок, то там никаких изменений нет. То есть ни одна из этих стран не готова поступиться с доходами от экспорта нефти для того, чтобы помочь так называемому арабскому народу Палестины. Вот изобретение этого термина за международным отделом ЦК КПСС числится. То есть все занимаются бизнесом, добывают нефть, отправляют ее на рынок и объявлять какое-то эмбарго, как это было в 1973 году. Никто из них не собирается из этих стран. Мало того, я не вижу ни одной страны, которая всерьез собиралась бы воевать за население Газы, страдающее, как вот сейчас выясняется, население Газы. Ни Иран, который туда войска не посылает, он ведет прокси-войну, то есть поставляет какое-то вооружение, например, еменским повстанцам, которые оттуда пытаются запустить какие-то ракеты в сторону Израиля. Или науськивает своих марионеток в виде организации Хезбалла в Ливане. Но там тоже, похоже, вот после двух выступлений лидера этой организации, шейха Насралла, там тоже нет никаких больших наступлений на фронте в южном направлении. Ну, запускают иногда, как и всегда, запускали какие-то ракеты, ракеты перехватываются, ответы на артиллерийские обстрелы с ливанской территории тоже идут со стороны Израиля. Поэтому там тоже Иран не действует каким-никаким образом. И когда мы смотрим, никто ни нефтью своей, ни военным участием своим каким-то образом обострять обстановку не собирается в этом регионе. Поэтому цены будут следовать рыночным правилам. Во-первых, это соотношение спроса и предложения. Не просто нынешние, а еще и ожидания какие-то. А второе – это игра спекулянтов на финансовом рынке. Поэтому давайте не будем приписывать этому обострению напряженности какое-то воздействие на нефтяные цены. Ну вот, да, даже минимальное, пускай оно было, наверняка в России немножко обрадовались. Но здесь интересно теперь, на что готова Россия, чтобы дальше подогревать конфликт на Ближнем Востоке, потому что во многом чему этот конфликт выгоден для Путина. Ну и пока мы видим такую информацию, как пишет Ройта, что Казбалла получила мощные российские ракеты и может поразить корабли США. Ну тогда понятно, что война наберет новых оборотов. Вот как думаете, сегодня еще роль России, если она будет понимать, что нужна эта война, нужен конфликт, что сможет сделать? Нет, ну Россия всегда играет роль спойлера какого-то. Вот чтобы выступить с инициативой и где-то что-то сделать серьезно, вот там на эту инициативу не обращают никакого внимания на Ближнем Востоке. А что-нибудь вот нагадить международной инициативе, как в Сирии, например, произошло, там уже, если мы помним, сложилось из 126 стран и организаций, мощная коалиция против исламских радикалов, против так называемого ИГИЛ. И тут вдруг вылезает Россия и говорит, нет, мы сейчас свою широкую коалицию создадим. То есть испортили часть вот этой игры международного сообщества, когда решили создать коалицию вместе с кем? Вместе с той самой Хизбаллой, с иранцами и с президентом Асадом сирийским. То есть подпортить кому-то что-то, да, могут. Поставить куда-то оружие российское, той же Хизбалле, тоже, конечно, могут. Но серьезно вмешаться, но мы видели попытки вмешаться, это примерно на уровне того, как авианесущий крейсер адмирал Кузя послали этот с черным дымом вокруг всей Европы, в восточное Средиземноморье. Там он благополучно утопил два истребителя со своей палубы, а потом вернулся с провальным треском снова на Северное море, куда-то в док, и док, по-моему, тоже уже утопил. Вот непосредственно влияние России на эти события, оно вот этим ограничивается. Каким-то образом нагнетать напряженность, чтобы повысились цены и чтобы больше денег шло в российский бюджет, ну, тоже не могут. Ну, что они могут сделать? Закупорить Ормудский пролив, через который идет до 25% всей нефти на мировой рынок. Ну, Россия может попытаться откуда-то из Каспии запустить ракеты и ударить по чужим танкерам или еще почему-то. Но это тогда подорвет все позиции России с арабскими странами, с Ираном, которые тоже этим путем экспортируют свое внефть. Ну, я не думаю, чтобы вот до такого безумия можно было докатиться. Да и, боюсь, оселенных там недостаточно. Ну, в общем, если говорить сегодня о войне между Израилем и также палестинским народом, как говорят это в России, да, на самом деле против террористов Хамас, Израиль уже известно атаковал объекты Хезболы в Биване также, с которого запускали ракеты. Как вы говорили, все говорят на уровне, что мы готовы вступить войну, мы вступим, но ничего не происходит. Ну, и Нитаньяху уже заявил, что Израиль окружил газу и уничтожил тысячи боевиков Хамас. По вашим ощущениям, вот сегодня эта война, она идет, скорее всего, к завершению? Ну, я думаю, до завершения еще далековато, потому что войны такого типа на Ближнем Востоке, я уже много видел, начиная с войны 1967 года, 1973 года и так далее, и 1982 год, Ливанская операция израильской армии, но они не очень длинные, эти войны, обычно, то есть достигается какой-то результат, пусть даже промежуточный результат, а потом вокруг него начинаются уже какие-то политические телодвижения. Я не думаю, что здесь будет что-то очень долго, потому что, ну, сколько выдержат эти пещеры под бойницами в секторе газа? Долго, я думаю, не выдержат. Поэтому, скорее всего, с северной части сектора Хамас все-таки уберут, истребят хамасовцев и, возможно, переключаться на юг, потому что там тоже есть и туннели, там тоже есть и базы опорные для боевиков, радикалов. Как в свое время Голда Вейдмейер говорила, лучше получать ноты протеста, чем телеграммы соболезнования. Поэтому без истребления Хамас под вопросом ставит само выживание государства Израиль. Потому что с любыми политиками в арабском мире израильтяне вполне могут договориться, нигде, никогда Израиль не призывает к истреблению арабов, к завоеванию каких-то арабских государств, и вообще ничего в этом плане не делает, ни то, что не заявляет. А вот арабские радикалы призывают и иранские радикалы призывают к истреблению всех евреев и ликвидации государства Израиль. Тут вот понятно, если есть человека голова на плечах, то понятно, на чьей стороне нужно выступать. Также вот Россия хочет сегодня ликвидации Украины, наверняка мечтают, украинцы для них это не люди, о чем мы уже не раз слышали на канале пропагандистов, но если говорить о войне и о зимнем периоде, то эта зима будет совсем другой. Ну, во-первых, Украина открыта к возможности атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, если РЭФ усилит атаки на украинскую. Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Как думаете, вот такие действия с какой стороны, в какой области могут повлиять на Россию? И повлияют ли, например, на цены на нефть и газ? Потому что есть эксперты, которые говорят, что ну, не повлияет. Атаки может и быть, но на цены это никак не обосдействует. Я очень сомневаюсь, что атаки на какие-то энергетические объекты инфраструктуры, на нефтепроводы, газопроводы, компрессорные станции, нефтеперерабатывающие заводы, они каким-то образом повлияют на решимость российского руководства продолжать войну. То есть мы видели, что российское руководство способно само нанести ущерб своей собственной отрасли, но Газпром наглядный пример. По указанию Путина Газпром ушел с самого выгодного, с единства своего крупного экспортного рынка из Европы. Взял и ушел. Потерпев огромные убытки, в Газпроме на четверть сократилась добыча газа, то есть российское руководство наплевало на собственную газовую отрасль. Также в точность она может наплевать на судьбу объектов инфраструктуры и продолжать войну во что бы то ни стало. Поэтому тут ожидать каких-то радикальных последствий для войны я думаю не стоит. Это будут скорее акты возмездия и большую эффективность я думаю имели бы какие-то акции против скопления военной техники против путей снабжения российских войск а не против энергетической в частности инфраструктуры которые главным образом пострадают гражданское население в результате. Поэтому тут я думаю надо различать некоторые вещи. Вот если говорить тогда например о портах России помним мы Новороссийский порт где был поражен корабль Некорский Горняк вблизи Новороссийска ну известно что это важный нефтяной порт для России то есть если говорить о том что любая атака вблизи этого порта она может конечно же наверное повлиять на транспортировку нефти вот здесь насколько такой шаг возможен и насколько Путин боится такого потому что мы помним что Зеленский говорил что если Россия будет продолжать в том же духе она может остаться без кораблей ну я думаю это вполне возможно единственная тут проблема что пострадают в результате ну что даже может не совсем Россия которая готова на большие жертвы российское руководство готова на большие жертвы идти чтобы продолжать войну а пострадают во первых интересы Казахстана пострадают интересы западных компаний которые из Казахстана экспортируют нефть через Новороссийск могут пострадать страны которые покупают нефть на рынке не только у России потому что в результате исчезновения одного из экспортных каналов на мировой рынке нефть если из Новороссийской то АПС перестанет поступать то это будет сигнал к тому что могут повыситься цены могут конечно заменить исчезнувшую российскую нефть поставки из Саудовской Аравии и скорее всего в будущем году мы увидим какие-то действия со стороны Саудовской Аравии потому что сокращая добычу она очень сильно теряет и цена невысокая и объемы невысокие а тут если еще российская нефть уберется с рынка хотя бы отчасти из Черного моря то тогда Саудовская Аравия может прийти на помощь рынку и начать поставлять дополнительную нефть чтобы компенсировать эту потерю ну как один из сценариев потому что сценариев может быть великое множество но удары по нефте экспортным мощностям России могут иметь далеко идущие последствия не только для России кстати о Казахстане мы знаем что Путин на днях посетил эту страну это второй его визит был в страну сначала полномасштабного вторжения в Украину помним также что Казахстан сказал что не будет арестовывать Путина потому что на них не действует римский статут ну и там же Путин и конфузился он не смог произвести имя и отчество президента Казахстана ну и там такие сегодня как по мне немножко напряженные отношения между странами как думаете как оцениваете в общем сегодня эти отношения и что может повлиять чтобы они испортились например мы уже помним там пример Армении на которую сейчас жалуется Лавроп что Запад обхаживает Армению чтобы на свою сторону переманить ну так же Казахстан я думаю много чего может и Евросоюз также приложить Казахстану что там у них происходит больше всего Казахстану могут предложить китайцы потому что во первых они играют огромную роль в нефтедобывающей в нефтеперерабатывающей отрасли в возможностях экспорта нефти и газа из Казахстана их роль сейчас больше чем роль России в экономике Казахстана и поэтому там себя новое руководство Тукаева по сравнению с Назарбаевым оно чувствует себя более уверенно а иногда даже позволяет себе немножко издеваться над российским руководством вот облетела социальные сети КЛИТ когда в ответ на очередную ошибку Путина в произнесении имени его казахстанского коллеги казахстанский президент перешел на казахский язык и пришлось всему антуражу искать микрофоны чтобы как-то подключиться то есть такой вот укол булавочный все равно есть и напряженность есть в отношениях потому что мы видим что Газпром очень обхаживает Казахстан для того чтобы увеличивать туда поставки газа и через Казахстан в Узбекистан увеличить поставки газа там есть проблемы ну вот напряженность сохраняется я не думаю что Казахстан пожертвует своими отношениями с Россией для того чтобы ну совсем уж отделиться но напряженность я думаю будет сохраняться игра такая перетягивание каната продолжится кстати о Газпроме вот известно что российские газы продолжают поступать в Европу включая те страны которые отказались об этом сказал глава Газпрома Алексей Миллер в интервью канала Россия 1 также напомнил что транзитом через Украину поставляет газ в австрийский австрийский хап из которого топливо прокачивается в другие страны Евросоюза каких санкций не хватает почему сегодня Миллер об этом еще раз тогда вот как бы уколоть всю Европу Украину что вот вы отказываетесь но мы поставляем ну и да каких санкций не хватает опять же здесь чтобы немножко эту трубу прикрутить ну во первых Миллера нельзя слушать потому что он врет постоянно это ну много примеров того что он говорит совершенно не соответствует действительно как все российские власти да 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 ну есть такое правило я как-то не раз уже об этом говорил что все что говорят российские официальные лица нужно воспринимать как брехню пока не будет доказано обратно вот нельзя слушать Миллера как нельзя слушать Путина и всех его приближенных а то что он сказал про Австрию это совершенно верно мы видим например что в разные месяцы Австрия получает из России примерно от 60 до 66 процентов газа который ей нужен то есть через украинскую территорию действительно в сторону Австрии идет большой поток газа и Австрия она не заявляла что она отказывается от российского газа кстати вообще никто не заявлял что полностью отказывается заявляли о планах где-то к 27 году совершенно отказаться уже ни о чем не зависит а Газпром же сам ушел из многих мест вот из Австрии он не ушел в Австрию продолжается прокачка газа ну Австрия это особая вообще статья в отношениях с Россией там очень сильны пророссийские лобби российское присутствие в Вене очень сильно чувствуется насколько они будут готовы отказаться от российского газа но в принципе может такое быть потому что слабые связи между Австрией и другими европейскими государствами чтобы реверсировать потоки и в Австрию направить например из той же Германии или еще откуда-то газ из Италии например но пока это только одни разговоры также в точности я воспринимаю как пустые разговоры заявления в европейских органах о том что нужно объявить бойкот российскому газу вообще в том числе российскому сжиженному газу ну да поставки российского газа сократились очень сильно сократились сейчас они там где-то меньше 7% от того что нужно в Европе по разным странам все это распределяется но поставки сжиженного газа они идут и нарастают даже очень много покупает Испания например российского сжиженного газа или через Нидерланды идет перегрузка и дальше уже отправка в другие страны но вот а зачем объявлять сейчас какой-то бойкот российскому сжиженному газу когда поставки этого газа не дают российскому бюджету ничего вообще потому что они идут из проектов вот Ямал СПГ например проект который ведет международный консорциум а по особому налоговому режиму он ничего не платит российский бюджет этот газ который принадлежит международным компаниям то есть французам китайцам вот там треть газа это китайский газ вот Россия не получает ничего в виде налогов с этого газа и поэтому как вы собираетесь наказывать российский бюджет отказываясь вот от этого газа логики тут никакой нет одна полемика риторика и вот такие пустые заявления ну посмотрим во что это все выльется но пока мы только видим болтовни с европейской стороны ну и кстати также есть информация в СМИ вот Франк Майдиас сообщает сотрудник пресс-службы европейского парламента что депутаты приняли резолюцию введения санкций против газ фронтбанка также его дочерных компаний ну а также якобы выдвинули требования полного закрытия рынка европейского союза для российских нефтепродуктов запрет на импорт российского сплагиат который вы также вспоминали и жиженого газа также полного запрета на продажу и огранку российских алмазов вот очень так конечно звучит оптимистически очень красиво но мне кажется что какие механизмы должны быть чтобы это сделать это наверное это совсем сложно потому что уже полтора года войны прошло да но и до сих пор же и добиться выполнения этого решения нужно нужна солидарная воля всех членов Евросоюза а в Евросоюзе мы видим что есть страны которые не вполне согласны с политикой сдерживания Путина это и Венгрия это в последнее время Словакия то есть надо посмотреть потому что единства в Европе нет пока красивые декларации делаются Россия будет поставлять в Европу много и нефтепродуктов в том числе и другие товары которые вроде бы можно было бы объявить под санкции кстати вот вышло также совместное расследование Global Witness Центра исследования энергетики чистого воздуха и Центра изучения демократии пишут что крупнейший нефтепорабатывающий завод Болгарии злоупотребляя исключением которые сделали этой стране относительно покупки российской нефти помогает России продавать нефть на мировых рынках и далее заработать около 1 миллиарда евро здесь интересно какие меры здесь можно принимать и как можно было не заметить такой поток денег в России что не так но это сложности болгарской политики уже потому что там действительно нацелились на то чтобы как минимум ограничить роль лукойла в работе бургарского нефтехимического предприятия которое получает вот по исключению из санкций получает нефть из России перерабатывает эту нефть и дальше нефтепродукты поступают в основном на европейский рынок вот там идет тоже возня политическая внутри болгарского руководства что делать с этим предприятием как от этого всего избавиться но есть предложение забрать у лукойла вот контроль над этим предприятием но пока дальше предложение это все не пошло лукойла заставляют уйти например из Италии там тоже у них нефтепрерабатывающее предприятие было но итальянцы более решительно выступили чем болгары и поэтому там вот сильно все это ограничили а с болгарской стороны ну пока мы наблюдаем за тем что там происходит но пока нефть из России идет на это предприятие дальше идут нефтепродукты они приносят прибыль лукойлу да и лукойл часть этой прибыли отчисляет в российский федеральный бюджет все верно о том что делать сегодня россияне на фоне войны России против Украины но они выводят деньги за границу пишет центробанк что о переводах россиян на границу на триллион рублей в квартал пишет русская служба the most of times но есть с одной стороны можно спросить как запретить это делать чтобы деньги не выводились но с другой стороны есть например российские оппозиционеры которые говорят что нет нужно позволить россиянам выводить свои деньги чтобы эти деньги потом не шли на войну против Украины как вы думаете как здесь правильно поступать что нужно делать какой правильный нет я тоже считаю что вот это истерическое решение европейцев то отбирать у россиян автомобили с российскими номерами то не позволять им границу пересекать с шампунем там где-то с какими-то рубашками еще что-то такое трусами ну глупости все это вот это вот никак не может Путину финансировать войну продолжать войну люди которые не участвуют в российском правительстве ну для того чтобы они уехали из России или перевезли свою собственность свой бизнес куда-то перевели в другие страны из России это что-ка на пользу пойдет тем кто против войны ну нехорошие вот эти движения в Европе насчет таких запретов наоборот вот облегчите возможность вывода денег россиян из России валюты банковских вкладов вот совершенно неправильно было когда из России ушли вот эти расчетные системы виза мастеркард потому что можно было лишить Россию значительной части финансов которые потекли бы за границу ну непродуманное это решение у меня такое подозрение что там тоже российское лобби действует вот в тех кругах где планируют и принимают такие решения кто знает я думаю что сегодня уже ничего нельзя исключать тем более видим да вот этих пророссийских политиков в Европе они есть и здесь или бороться или прилагать больше то есть здесь никуда не деться от этого но если говорить о деньгах есть такое еще интересное расследование пишет известие ссылкой на согласно совместного исследования банка точка и платформы по запуску онлайн курса какой-то что россияне потратили больше миллиарда рублей с начала года на обучение эзотерике и астрологии насколько это большие деньги для россиян и неужели больше не на что тратить деньги только вот на такие ну это же всегда период социальной такой напряженности когда положение людей становится все хуже и хуже ну посмотрите как в начале 20 века в России расцвели всякие ну интерес к потусторонним силам к экстрасенсам ко всяким Распутиным там с Блавацким и так далее и так далее вот эта вся мистика эзотерика и туда конечно вкладывают деньги потому что люди уже отчаявшись не знают к каким потусторонним силам обращаться в поисках путей выхода из этого тяжелого положения да вот чем хуже обстановка тем больше интерес ко всякой дурацкой мистике кашпировским и к подобным фокусам ну и о том что происходит в России постоянно говорят о нехватке кадров сейчас заговорили что есть нехватка айти специалистов и последствия которые начнут ощущать уже в течение ближайших трех пяти лет также российские регионы столкнулись с дефицитом вахтовиков различных профессий об этом пишут в российской газете как думаете за счет чего сегодня россияне Россия Путин власть может пополнять запасы людей если так можно сказать и как может выйти из ситуации или это какой-то уже процесс необратим я думаю что это необратимый процесс он начался не сейчас он начался уже давно и даже еще в советское время когда квалифицированных специалистов становилось все меньше были всяческие реформы среднего технического образования которые сократили приток квалифицированных кадров на предприятии я же помню когда еще в советское время компания Shell искала по всему советскому союзу уже тогда все союз развалился по всему бывшему советскому союзу искали квалифицированных сварщиков чтобы работать на Сахалине на предприятиях которые делали первый для России крупный завод по сжижению газа надо было очень высококвалифицированные кадры найти знаете сколько нашли по всем спискам по всем 12 человек ну вот где вы будете сейчас искать каких-то специалистов у меня много таких случаев когда на предприятии уходит какой-нибудь Иван Кузьмич который точно знал что надо делать и умел это делать он уходит на пенсию вокруг него бегают вернись мы тебе дадим три зарплаты чтобы ты хоть что-то такое умел делать нет не хватает этого мы видим все время объявления даже очень крупных компаний у которых неплохое финансирование мы готовы мы видим реальное повышение зарплат где-то по всему по всей территории России по-моему на 20% повысились зарплаты для того чтобы привлечь людей на предприятие а их нет этих людей вот ниоткуда взять квалифицированные кадры да и не обучает их никто ну здесь тяжело конечно приходится российским властям и мобилизировать надо и работать вот здесь нужно выбирать наверное или война или страна но я так понимаю что пока выкручивается еще в такой ситуации да да то есть это ну во многих случаях я вижу даже опытные кадры от которых зависел вот процесс работы предприятия и их отправляют на фронт ну все и нам что-то выбирать да к сожалению к сожалению не понимает в России что войну нужно останавливать но мы будем верить в наши вооруженные силы Украины и буду вас благодарить Махил Иванович за очень интересный разговор за анализ всего что происходит и в России и в мире уверенно еще увидимся спасибо вам большое спасибо за приглашение добрый день ну что ж будем разбираться что происходит сейчас с ценами на нефть потому что в понедельник мировые цены выросли на 4% до где-то 86-88 долларов из-за опасений вот что будет дальше распространяться на весь ближний восток конфликт который сейчас происходит потом цены начали немножечко начали обкат вниз вот что сейчас характеризуют цены на нефть какие будут колебания в ближайшее время от чего это зависит и может ли быть вот побит рекорд понедельника когда было 88 долларов ну вот тот взлет спекулятивный взлет на рынке нефтяных фьючерсов он был продиктован действительно действиями участников этого рынка которые выслушали сообщения о том что происходит на ближнем востоке и поняли что там может обостриться обстановка которая не исключено что затронет и нефтяные потоки из этого региона все это ничего не затронуло и когда говорят сейчас о том что вы посмотрите там чуть ли не на 3,5-4% поднялись нефтяные цены чуть ли не мгновенно забывают о том что перед этим в течение недели нефтяные цены сокращались примерно на 15% в общем то есть общая тенденция это некоторое сокращение а не повышение нефтяных цен что мы сейчас после того как спекулятивный всплеск вот этот прошел что мы сейчас и наблюдаем на этом рынке там идут некоторые колебания как всегда но общая направленность пока это не на повышение а на снижение цены кто главный вот спекулянт да получается главный выгодополучатель от вот этого скачка резкого на несколько дней здесь конечно спекулянты поработали которые очень хорошо понимают что работать нужно на сообщениях способных способных вызвать панику политическую панику любое политическое событие такого масштаба способно повлиять на рынке и тут конечно все ухватились за такое сообщение и сделали довольно интересную игру получив немалые прибыли министр финансов соединенных штатов америки обратила внимание на то что россия обходит нефтяные санкции и заявила о том что сша сейчас готовится принять жесткие меры чтобы помешать в этом обходе ну и мы хотим убедиться говорит она что участники рынка осознают что мы серьезно относимся к ценовому потолку речь идет о соблюдении действующих ограничений они только заметили механизмы обхода и собственно говоря вот как это все трактовать да нет заметили они уже все это давно что существует механизм обхода и что появилось огромное количество компаний которые поняли что никого не наказывают в этой обстановке можно работать с российскими экспортерами нефти и как-то пренебрегать условиями которые поставили авторы санкций сейчас я думаю единственное что могут сделать те же американские администраторы санкций это выбрать кого-то для показательного наказания вот уже сейчас прозвучало одну конкретную компанию на примере несколько компаний вот как это было когда вдруг стали нарушать финансовые санкции против Ирана поймали один банк крупный банк и его серьезно наказали и после этого на длительный период вот эти санкции соблюдались сейчас судя по всему в Соединенных Штатах приняли аналогичные решения и кого-то будут наказывать судя по всему вот начнут с одной из крупных торговых компаний зарегистрированной в Сингапуре которая давно работала с российской нефтью очень плотно работала там было много дочерних фирм у этой компании и в части этих дочерних фирм раньше были российские участники начиная с компанией Роснефть потом когда начались санкции против России из-за войны развязанной на украинской земле тогда эта компания сказала нет все с Россией никаких дел не имеем а тут ее вновь уличили в том что действительно она вроде бы завышая нарушая вот этот потолок цен работает с перепродажей российской нефти наверное это будет первый кандидат а затем пойдут и несколько других не исключено что на какое-то время такие показательные порки накажут остальные компании как-то будут на это реагировать мгновенно нет мгновенно вряд ли на какое-то время испугаются постарь но снизится масштаб тех нарушений которые мы сейчас наблюдаем но дальше американцам придется придумать какие-то новые способы для того чтобы справиться с нарушителями санкций с танкерным флотом российским который все-таки продолжает существовать в одном из пакетов санкций европейских обещали разобраться но так ничего не случилось более того вот на этом энергетическом форуме когда выступал Путин он даже этим кичился и говорил о том что Россия увеличила танкерный флот созданы механизмы страхования перестрахования благодаря этому удалось выйти на новые рынки вот о чем свидетельствует такое заявление и почему ну вот собственно говоря никакие меры не были приняты и не принимаются по поводу этого теневого флота политических который существует А это не Россия создала флот это вот группы российских бизнесменов и чиновников за границей зарегистрировали множество самых разных судоходных компаний крошечных совершенно часть этих компаний получила как бы в наследство танкеры которые были в распоряжении России государственной компании Совкомфлот например и других компаний и они сейчас работают как частные фирмы перевозя российскую венефь а когда Путин говорит что это Россия владеет этим флотом ну не владеет она этим флотом а этот флот находится в частной собственности коррумпированных чиновников его приятелей и нефтяных тех же самых нефтяных компаний поэтому да они работают но на самом деле эти танкеры принадлежат и греческим компаниям арабским компаниям сингапурским компаниям то есть вот и доходы которые они получают от транспортировки нефти в том числе и скрывая реальную цену этой нефти эти доходы остаются там за границей и не возвращаются в Россию и гордиться тут Путину абсолютно нечем когда Путин говорит что научились страховать перестраховывать нефтяные нефтеналивные грузы то здесь есть тоже некоторая ну как бы деталь есть нюанс потому что это до первого случая дело все в том что вот у российских государственных компаний которые занимаются страхованием и перестрахованием у них нет такого капитала чтобы покрыть реально крупную аварию которая причинит большой ущерб окружающей среде ну все помним вот была авария у ExxonMobil вот один из танкеров там страховые выплаты составили больше 8 миллиардов долларов у тех компаний в России которые занимаются страховкой и перестрахованием и перестрахованием больше полутора миллиардов нет то есть серьезную аварию покрыть они не в состоянии еще вот к заявлениям которые делал Путин он сказал что якобы европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти и газа и в результате мол по его оценкам сейчас экономика в Евросоюзе находится на нулевой отметке прокомментируйте пожалуйста во первых какая реальная ситуация сейчас в ЕС насколько страны Европы готовы без российской нефти пережить этот зимний сезон и российского газа ну собственно говоря чем вот это заявление кремлевского диктатора продиктовано ну я поправлю здесь во первых он говорил о газе в данном случае вот европейцы переплачивают за газ могли бы пользоваться российским газом они от него отказались ну тут сразу много непонятного первое европейцы не отказывались от российского газа никаких санкций бойкотов эмбарго против российских поставок газа не было никто их не вводил это Газпром по личному указанию Путина закрыл поставки газа сначала сократил потом перекрыл по многим маршрутам и ушел из Европы это Газпром ушел а не европейцы отказались так что Путин врет второе когда Путин говорит что вот они вынуждены переплачивать за газ вот когда Газпром поставлял газ период высоких цен в Европу ну там цены доходили чуть ли не до двух тысяч долларов до за тысячу кубометров газа а сейчас мы посмотрим двести сорок двести тридцать долларов это как это они переплачивают вот когда Газпром им газ поставлял по полторы тысячи долларов за тысячу кубометров вот тогда они переплачивали а сейчас когда все нормализовалось и у них нормальные поставки газа из жиженного газа и трубопроводного газа и когда сами научились экономить расход газа то цена то упала а не поднялась так что Путин врет опять то есть если сравнивать предыдущий да отопительный сезон в Европе и этот в этом году ситуация намного лучше когда не просто лучше она и тогда была не такой плохой предыдущий сезон вот два сезона тому назад вот когда Газпром начал уходить реально европейцам приходилось тогда переплачивать чтобы получить больше газа от торговых компаний которые поставляли его в Азию чтобы переманить этот газ из Азии обстановка изменилась сейчас разница в ценах в Азии и в Европе не так велика и спрос на жирный природный газ тоже не панический никакой это не ажиотажный а спокойно работает рынок не видно никакого дефицита мало того Европа на будущее заботится о том чтобы у нее был газ вот только-только французская компания Total Energy заключила соглашение с Катаром с Катарскими партнерами на 27 лет начиная с 26 года о дополнительных поставках жирного природного газа и контракты такие и длительные и краткосрочные они заключаются и Европа себя газом на будущее даже уже в значительной степени обеспечила гарантировав свою энергетическую безопасность чего она не могла гарантировать пока командовал очень большими потоками газа один Газпром вместе с Путиным то есть шансов у Газпрома на выгодных для себя условиях сейчас вернуться на европейский рынок уже нет да нет Газпром может вернуться на европейский рынок предложив большие скидки предложив низкую цену он может это сделать есть инфраструктура работоспособная инфраструктура и через Беларусь и Польшу в Финляндию через Украину работает замечательно работает газотранспортная система Украины Газпром может это увеличить но ему придется конкурировать резко снижать цену если он будет поставлять газ тем же самым потребителем с которым он давным давно работал кстати о Польше глава польского нефтяного концерна Орлен заявил о том что Польша решила забрать у Газпрома часть газопровода Ямал Европа что это означает ну все правильно там возник спор когда Газпром стал произвольно работать вот у него был половинный контроль над польским участком газопровода Ямал Европа совместное предприятие с поляками было такое и Газпром там повел себя не вполне цивилизованно когда стал ограничивать поставки регулировать поставки потом стал требовать оплаты в рублях в общем вот контроль Газпрома над долей в этом совместном предприятии был приостановлен это не была национализация это был вот забрали контроль чтобы восстановить ну как бы нормальную работу из-за этого были введены санкции против вот этой польской компании партнера Газпрома мол дескать она вот плохо себя ведет а сейчас поляки посмотрели у них есть бесхозный совершенно кусок собственности в этом совместном предприятии и решили отдать его вполне цивилизованной польской компании Орлен который давно в северной Польше работает эффективно работает так что у этого газопровода есть эффективный собственник и газопровод сейчас работает не в направлении прокачки газа через Россию в Беларусь Польшу в Германию а работает в обратном направлении когда полякам нужно больше газа то они спокойно вот по этому маршруту покупают его из Западной Европы через Германию через границу в Германии поэтому да это работоспособный газопровод и смена собственника гарантирует вот эту компанию от политических капризов Газпром еще не закончилось расследование по диверсиям на северных потоках что произошло в прошлом году как очередное сообщение о повреждении газопровода Балтик Коннектор и ночь на 8 октября это выводит строя газопровод на несколько месяцев ну вот очевидно многие сми писали сразу что выгодополучателем от этого есть Россия ну сейчас проводится расследование но выведение строя этого газопровода даже на несколько месяцев что означает ну 5 месяцев будет продолжаться ремонт как сейчас стало известно это означает что по трубе нельзя будет прокачивать там максимальная пропускная способность этой трубы 2,5 миллиарда кубометров в год ну примерно 2,5 миллиарда кубометров в год и очень эффективно все это работало когда вот Эстония с Финляндией ну в общем страны Балтии не только Эстония с Финляндией обменивались газом так чтобы все нормализовать и теперь просто Эстония ну Эстония это справится у нее положение более или менее нормальное а у Финляндии придется несколько увеличить закупки на эти 5 месяцев с жиженного природного газа терминал готов это принять и поэтому там тоже энергетических кризисов не намечается рубль да и как он реагирует сейчас на события и в России на ближайшую перспективу тут когда задавала вопросы экспертом а как ну как вы оцените там валдайскую речь Путина что он произнес наверное самым ярким маркером это было то как начал реагировать рубль потому что именно вот с момента выступления Путина на Валда и в последующие дни резко начался обвал рубля как считаете какие механизмы и будут ли какие-то механизмы сдерживания и насколько это отразится в целом на экономике в ближайшее время ну мы вот утром видели как вдруг стоимость доллара на российском финансовом рынке резко упала почти на 4% ну 3 рубля как минимум и уже не 100 а 96 97 рублей за доллар произошло это по одной единственной причине Путин своим указом заставил продавать валютную выручку компаний сразу многих секторов включая нефтегазовый сектор вот если у них есть валютная выручка теперь они обязаны ее продавать мера временная якобы вводится всего на несколько месяцев но когда участники финансового рынка поняли что возможно валюты будет больше то вот эта валюта стала падать в цене и начались большие игры опять валюта это еще не поступило на рынок но там уже начались схватки за определение справедливой цены надо только учесть что вот когда говорят валюту будем продавать в России будет больше рублей долларов и евро то там в этой валюте которую надо продавать компаниям очень немного там юани там индийские рупии вот схватки на российском финансовом рынке ведутся вокруг юаня в основном они вокруг доллара доллар там вот по разным кросс курсам вот он просчитывается и выявляется какая-то стоимость доллара в рублях на самом деле торг идет в основном в юанях и ну посмотрим что будет с курсом но я думаю что это действительно временная мера она на какой-то срок эксперты говорят что среднесрочная мера на какое-то время она сдержит падение рубля но для нефтяных компаний которые занимаются экспортом это очень очень плохо я думаю будет сопротивление нефтяных компаний во-первых не всю выручку будут все-таки возвращать будут схемы какие-то дополнительные будут включать для того чтобы этим не заниматься и во-вторых это повлияет на экспорт то есть нефтяные компании возможно будут придерживать или даже сокращать добычу для того чтобы не терять деньги ну а если речь идет о сокращении добычи ведь сокращение добычи она уже началась консервация этих скважин это может поставить крест в принципе на нефтяной отрасли России близко такой да вот где-то приближается этот момент но он еще очень далеко некоторые компании действительно прекращают существование вот очень хороший пример компания Варьоган нефтегаз это компания которая принадлежит так называемой Руснефти Михаила Гуцереева это была мощная компания несколько тысяч человек работали поселок Радужный Западной Сибири была освоена который превратился в город этот город зависит от этой компании а сейчас в этой компании работают не несколько тысяч человек это не градообразующие предприятия там 47 человек осталось то есть там кончилось фактически нефть и больше нечего там добывать это один из примеров и таких компаний в Западной Сибири в Ханты-Мансийском автономном округе довольно много которые уже сейчас испытывают большие проблемы с добычей нефти постепенно по объективным причинам во-первых ухудшается качество оставшихся запасов а второе по субъективным причинам потому что нефтяные компании резко наращивают высасывание этих оставшихся запасов из недр для того чтобы надышаться перед смертью то есть как можно больше этой нефти успеть продать прежде чем вот эти запасы с низкой себестоимостью добычи они закончатся ситуация вот такая ну что ж следим за развитием событий Михаил Иванович благодарю вас за как всегда интересный прогноз рад вас видеть на канале сейчас вам спасибо всего доброго Михаил Крутих я неэкономичный аналитик фахівец из нафтогазового рынка был разом с нами о цей поре традиционно наших глядачей запускаю поддерживать этот стрим своим лайком и коментарем ну и безумовно подписывайтесь на канал сейчас цянуем згородный звязок с каждым из вас витаю витаю у всех глядачів та підпознаків це канал сейчас я улана кирок и разум земной на стриме у тей пори Михаил Крутихин экономичный аналитик фахівец из нафтогазового рынку Михаил Иванович рада видеть рада вас приветствовать добрый день пожалуй топ новость этой недели одна из главных пестрят заголовки заголовками да вот СМИ о том что на бензоколонке закончилось топливо бензоколонка имеется в виду Россия ну собственно говоря появились вот эти статьи сразу же после решения российского правительства ввести бессрочное ограничение на экспорт из России топлива скажите ну выглядит как-то достаточно странно страна которая всю жизнь ассоциировалась в мире с бензоколонкой сейчас имеет проблему с топливом на внутреннем рынке как такое произошло ну во-первых надо учесть что появились эти сообщения не после того как правительство приняло решение ограничить экспорт нефтепродуктов а до этого сначала вдруг появились сообщения о том что в оккупированном Крыму не хватает топлива на АЗС ну все решили что это военные российские поглощают слишком много солярки и бензина затем вдруг появились сообщения что в других южных областях России возникла паника для уборочной страды не хватает топлива и говорят будет сорвана уборка урожая и так далее и так далее потом появилась нехватка топлива даже в тех областях где вроде бы этого не должно быть Самарская область там три крупных нефтеперерабатывающих завода компании Роснефть а там вдруг на АЗС тоже стал пропадать и дизель и бензин дальше пошло еще хуже на Дальний Восток вся эта беда переключилась и там уже перестало хватать бензина цены конечно пошли вверх некоторые независимые от крупных компаний сети АЗС стали закрываться объявлять о банкротстве или просто уходить из бизнеса и в стране сложилось бедственное положение с топливом и вот тут уже правительство решило принять какие-то экстренные меры ну первым делом запретили экспорт бензина и диз топлива тем компаниям которые не выполняют квоты на поставку внутри России на биржу но это не слишком сработало а затем решили объявить что вообще давайте вот перестанем экспортировать диз топлива бензина и так без этого Россия очень мало продавала за границу а вот диз топлива в больших объемах и поэтому решили начать с этого вроде бы все неправильно потому что страна как говорит правительство нуждается в получении денег и экспорт дизельного топлива должен был приносить дополнительный доход да еще и в какой-то валюте а не только в слабеющем рубле но все равно решили что поскольку внутри страны не хватает топлива нужно принимать какие-то меры ну что начали с привычного это налоги и запреты вот тут разобраться немножечко непонятно то есть на экспорт топлива все же идет и нефтяным компаниям выгоднее его продавать за рубеж чем внутри страны почему дефицит возник вот объясните пожалуйста совершенно верно тут вот правительство решило ну не там искать виноватых искать среди нефтяных компаний хотя перед этим правительство пошло до такую экстренную меру как сократило компенсацию нефтяным компаниям за то что те продавали топливо на внутреннем рынке раньше был такой механизм понятно что за границу продавать выгоднее и поэтому чтобы привлечь топливо на внутренний рынок да еще и по тем ценам которые правительство хотела бы видеть на бензоколонках вот ввели так называемый демпферный механизм это взяли из бюджета то есть из денег которые принадлежат всему населению а не только автолюбителям и автовладельцам и решили из этих денег компенсировать нефтяным компаниям вот эти убытки на внутреннем рынке потом спохватились война все таки идет деньги нужны военным и на войну давайте мы уполовиним эту компенсацию сократим ее вдвое сократили и нефтяные компании поняли что в общем-то они теряют деньги на внутреннем рынке и надо как можно больше отправлять нефть сырую и нефтепродукты за границу этим и занялись поэтому а внутри чтобы было какое-то оправдание стали объявлять о профилактических работах сезонных ремонтах на нефтеперерабатывающих заводах то есть вроде бы все правильно нет возможности переработать продать больше топлива все отправляют сырую нефть за границу и тут хорошо правительство сказало давайте через биржу больше продавайте ах через биржу продавать и посмотрите какие на бирже появились цены на вот бензин 76 в конце недели минувшей 76 рублей за килограмм бензина ну в пересчете на литры это все равно получится 70 с лишним рублей за литр а на бензозаправочных станциях такой цены нет значит это себе в убыток будут торговать те кто у кого есть такие АЗС опять появились перебои я думаю что все это продолжится потому что правительство могло бы конечно каким-то образом урегулировать внутренний рынок сократив налоги потому что два раза в год правительство увеличивает акциз на автомобильное топливо считая ну акциз с чего берется это такой специальный налог которым облагаются предметы роскоши драгоценности алкоголь табачные изделия ну и бензин как предмет роскоши раз уж вы купили автомобиль как говорил в свое время Путин значит у вас должно хватить денег и на топливо вы уже средний класс ну и решили вот не сокращать налоги а заставлять просто компаний запретами какими-то поставлять топливо на внутренний рынок я думаю ничего из этого не получится это все провалится вся эта затея и компании найдут способы чтобы получать денег больше чем они реализуют на АЗС в Казахстан будут отправлять больше автомобильного топлива оттуда еще в другие какие-то страны контрабандным путем все равно это будет выгоднее чем продавать бензин и дизель топлива на российском рынке но кстати вот вы вспомнили о Казахстане там интересная тоже ремарочка была значит когда этот запрет на экспорт российское правительство вводило топливо да за рубеж исключением стали такие страны как Беларусь Казахстан Армения и Киргызстан то есть это именно те будут страны через которые можно будет поставлять дизель нефтяным компаниям в другие да так называемый таможенный союз но туда трудно вводить поскольку сама идея была таможенного союза вот эти страны каким-то образом объединить в экономическую структуру да а как туда запретить поставки поэтому нефтяные компании будут вовсю гнать свое топливо в эти страны члены таможенного союза он теперь экономический по-моему называется в общем как бред тоже очередной но тем не менее да есть такой способ и поэтому перебои будут продолжаться а цены будут расти но если говорить о том какая ситуация сложится на международном рынке что касается топлива дистоплива то тут все будет стабильно учитывая вот это не совсем так потому что на рынке сейчас на протяжении уже где-то последних двух а может быть даже трех недель на мировом рынке возникли перебои в снабжении как раз дизельным топливом это уже мировая проблема то есть вот каким ну как рынок обычно действует что-то он начинает чересчур много производить и цены падают а где-то наоборот вдруг выясняется что какой дефицит надо срочно хвататься и делать больше вот этого товара рынок ведь неровно развивается и действует неровно а все какими-то волнами это то что когда-то называли невидимая рука рынка вот она действует сейчас образовался некоторый дефицит дистоплива стали винить в этом Россию стали винить бог знает еще кого-то где-то какие-то страны тоже ограничили экспорт ну это все нормализуется я думаю через неделю через другую на мировом рынке все войдет в свою колею как это всегда и бывает когда не хватает какого-то товара а потом чуть-чуть цену повышают и все становится на место если говорить о ситуации внутри России то это будет влиять непосредственно на инфляционные процессы правильно цены будут расти товары дорожать бензина все равно не будет да конечно точно бензин то будет но он не будет в тех объемах которые нужны даже для той самой посевной уборочной в данном случае то есть будет золотым правильно да да бензин должен дорожать но в России это как бы особое положение с ценой на бензин потому что вот после недавно я увидел по-моему вчера или позавчера была какая-то конференция на котором один из выдающихся экспертов нефтегаза сказал вы знаете что у нас уже в цене бензина на АЗС 85% это налоги ну по нашим подсчетам там не 85 а где-то чуть больше 70% налогов а цена нефти это где-то 6,5 возможно процент ну там туда же входит еще стоимость переработки стоимость транспортировки а самое главное это конечно налоги то есть вот все проблемы которые возникают с топливом в России объясняются только двумя факторами ну как всегда не нужно искать никаких заговоров когда все можно объяснить жадностью и глупостью в данном случае правительство действует по старой испытанной схеме жадность когда налоги берутся и те же самые акцизы все больше и больше и глупость когда пытаются положение решить не увидев в своей налоговой системе главной вины в создавшейся ситуации а новыми какими-то запретами которые будут все обходить в СМИ появилась информация о том что тут не только дорожает бензин и дистопливо в России но и ждет сейчас россиян рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения и мол предполагается что вот это вот повышение оно поможет наполнить Газпрому бюджет который три четверти выручки своей потерял что вы скажете каким это приведет последствиям дальнейшим собственно говоря вот такие вот повышения ну если мы думаем что вот эти деньги достанутся которые будут с населения снимать достанутся напрямую Газпрома то тут может быть мы ошибаемся потому что давайте посмотрим в прошлом году почему у Газпрома была отрицательная чистая прибыль потому что правительство вдруг обратилось к Газпром и говорит вы знаете тут у нас денег не хватает давайте 1 триллион и 200 миллиардов рублей вы нам просто перечислите ну как будто у вас был более высокий налог на добычу полезных ископаемых нету такого ни в налоговом кодексе ни в каких законах ни в каких уставах или указах Газпром был вынужден взять вот огромную сумму и отдать ее просто правительству на проведение войны но в данном случае повысят тарифы например ну это вполне реалистично потому что тарифы на газ у нас для населения пока еще очень невысокие повысят эти тарифы инфляция все все будет хуже ситуация для населения хуже но если эти деньги пойдут только Газпрома это вряд ли опять у Газпрома изымут лишние так сказать деньги и снова отправят ее эту компанию в число потерпевших и пострадавших да еще и заставят Газпром как я думаю в ближайшие может быть месяцы начать все-таки строительство грандиозного нового газопровода с Ямальского полуострова через всю Восточную Сибирь и Монголию в Китай китайцы пока не дали никакого разрешения на такой проект но проект этот запланирован Путин дал указание Газпрома ускорить работу над этим проектом который в общем-то китайцам не нужен да и Газпром тоже не очень нужен в конечном итоге но вот а туда тоже пойдет огромное количество денег эти деньги пойдут не на пользу стране не на развитие экономической какой-то наживутся на этом чиновники которые командуют подрядными организациями по строительству вот никому не нужного гигантского газопровода поэтому деньги которые с населения будут снимать это все равно они достанутся в конечном итоге не людям тем кто платит за газ а каким-то чиновникам ну и получается этот проект увеличит дырку в бюджете газового монополиста существенно конечно конечно потому что вот мы посчитали вы посмотрите вот проект сила Сибири вот тот который сейчас ну говорят в 25-м году а кто-то теперь уже начал говорить что в 27-м году выйдет на проектную мощность 38 миллиардов кубометров газа в год в Китай но вот по скромным подсчетам Газпрому он обошелся в 77 миллиардов долларов давайте все-таки в доллар считать а тот проект который предлагается снова в Китае гораздо длиннее трубу и большей мощности построить больше и сложнее во многом вот этот проект он должен ну никак не меньше 100 миллиардов долларов потребовать да это надо разложить на сколько-то лет но тем не менее эти деньги надо будет изымать из инвестиционной программы Газпрома она формируется из доходов компании а доходы конечно сюда будут входить и сборы с потребителей газа внутри России значит соберут деньги с населения и дадут чиновникам которые через завышенные сметы откаты и так далее будут наживаться на строительстве никому не нужного мега газопровода вот если охарактеризовать российскую экономику сейчас что это что дает ей самую красочную характеристику на чем она держится ну это спешное разворовывание тех средств которые можно еще разворовать ну да какие-то есть ну посмотрите ужасно рады многие чиновники и менеджеры даже нефтяных компаний ужасно рады тому что существуют санкции в виде потолка цен на российскую нефть значит Россия продает в общем-то нефть по не такой высокой цене как ее соседи и другие производители нефти а дальше уже вот те чиновники которые за границей зарегистрировали компании и не возвращающие деньги в Россию вот они дальше исходя из этой первой цены нефти дальше накручивают за перевозку за посреднические услуги за страхование и так далее и вот все эти дополнительные средства которые возникли у них в кармане из-за санкций из-за потолка цен они конечно в Россию не возвращаются но возможно частично где-то какие-то чиновники что-то возвращают в виде оплаты контрабанды для российской армии или для для каких-то еще средств но основная часть этих денег она остается за границей в карманах вот тех кто ну фактически идет разворовывание средств возникших дополнительных доходов от введения санкций не для федерального бюджета а в интересах групп отдельных товарищей кстати вот почему спросила вас чем характеризуются сейчас экономические процессы что собой представляет российская экономика в целом когда была встреча в Сочи Лукашенко и Путина Лукашенко там сказал такую фразу о том что чуть-чуть немножечко беднее живем но вот следующий год диктаторы надеются что подарит им восстановление экономик вот что в этих словах заложено если говорить о периоде сначала полномасштабного российского вторжения насколько обеднела Россия в результате санкций нет ну тут цифры тут невозможны потому что ну посмотрите какие лукавые цифры правительство отчитывается и говорит вы знаете за прошлый месяц мы получили рекордные суммы доходов от нефтегазового экспорта смотрим там какие-то миллиарды 11 то ли 17 я даже не стал в это дело вникать какие доллары ну очень в редких случаях Россия сможет кто-то из потребителей платить в долларах платят в индийских рупиях в юанях там еще бог знает в каких экзотических валютах и когда потом правительство их подбивает бабки и говорит мы в долларах получили да не получили ни в каких долларов а получили те же самые рупии которые лежат в банк мертвым грузом бумажки такие цветные на них ничего купить нельзя потому что ну да часть их можно потратить но вот объем того что из России из Индии Россия получает он никак не сравнится по цене с объемом той нефти которую в Индию отправляли до последнего времени а сейчас Индия тоже сокращает импорт российской нефти как и Китай Китай сократил импорт российской сырой нефти и Индия тоже и а других крупных покупателей российской нефти ну как-то на карте мы не наблюдаем ну а Индия вот если говорить по итогам собственно говоря вот этих санкций она фактически стала чуть ли не главным поставщиком да нефти сейчас на внешние рынки нет ну главным покупателем нефти главным покупателем ну и благодаря ей осуществляются поставки собственно говоря нефтепродуктов правильно да очень много нет ну когда мы говорим о том что другие страны на внешний рынок отправляют нефтепродукты сделанные из российской нефти то тут ничего такого нет вот из этой схемы бизнесовой схемы в российский бюджет ничего не достается то есть санкции там уже не действуют санкции действуют в отношении потолка на вот первую поставку таможенная цена или цена которую российское правительство искусственно как-то определило для экспортируемой нефти для нефтепродуктов вот там санкции кончились то есть российский бюджет недополучил какие-то суммы по последним данным там где-то 38% из того что могли бы получить они недополучили а дальше уже из этой нефти можно делать все что угодно это уже другие этим компании другие предприниматели этим занимаются они могут делать нефтепродукты они могут хоть асфальт делать и покрывать дорожное покрытие делать все что угодно из этой нефти нефтехимию какую-то развивать на основании российского сырья полученного санкции все они уже кончились и когда говорят у нас да и в западной печати очень часто вы посмотрите Европа получает российскую нефть из Индии в виде нефтепродуктов ну и что и Соединенные Штаты оттуда что-то получают и много кто еще что-то получает потому что там санкции уже все они не работают это уже считайте не российская нефть Индия получает выгодополучатель Индия правильно выгодополучатель Индия в этой ситуации да 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 там уже другие компании работают не только Индия там и Тунис и Египет и Турция и бог знает кто объединенные Арабские Эмираты тоже покупают что-то дешевое в России а потом по другим совершенно ценам якобы свое экспортируют дальше поэтому там уже не работают санкции санкции сработали на первой цене Михаил Иванович благодарю вас как всегда за интересную содержательную беседу уберегите себя и рады видеть вас на канале сейчас вам спасибо и всего доброго Михаил Крутихин був разом із нами у тих пор важлива розмова і традиційно наших глядачів закликаю поширити цей стрим щоб якомога більше людей змогли з ним ознайомитися ну і так само підпишіться на канал сейчас цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас вітає всіх глядачів та підписників це канал сейчас я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі економічний аналітик фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутихін Михайло Иванович рада вас приветствовать Добрый день Очень много тем что касается нефти, газа уже есть новостей, заявлений сейчас по очереди будем с каждым из них разбираться вот российский вице-прем'ер Новак заявил о том что Россия объявит на следующей неделе о сокращении поставок нефти на внешние рынки говорит о том что со странами ОПЕК-плюс был договор о новых параметрах этого сокращения так вот в результате этого сокращения что получит в итоге Россия и что получат главные потребители еще с российской нефти ну сначала было объявлено тем же Новаком что Россия сокращает один из летних месяцев экспорт на полмиллиона баррелей в сутки хорошо, это произошло действительно, как посчитали независимые наблюдатели это случилось на следующий месяц было объявлено что еще дополнительно Россия 300 тысяч баррелей в сутки будет сокращать свой экспорт сейчас, как ожидается Россия продлит это сокращение до октября а возможно и до конца года когда Новак говорит что это все по согласованию с странами альянса ОПЕК-плюс но он немного лукавит потому что по программе которая там принята вот этим альянсом Россия так сильно сокращать добычу не должна была у нее была возможность добывать больше самостоятельно там только Саудовская Аравия решила независимо от этого графика сокращения сократить свою добычу и действительно сократила и Россия как будто бы вместе с Саудовской Аравией выполняет ну такие свои обязательства по стабилизации рынка по поддержанию цен на нефть на высоком уровне но если посмотреть на состояние российской нефтяной отрасли становится понятно что сокращение это судя по всему вынужденное не добровольное а мы смотрим на то как ведут себя нефтяные компании они сокращают добычу поскольку на протяжении вот уже больше чем года они не выходили на новые месторождения на новые проекты и вместо этого они интенсифицировали добычу на старых промыслах которые были введены в эксплуатацию еще в советское время то есть бурили новые скважины бурение если отчитываться вот и смотреть на отчеты компании это много-много набурили новых скважин но это все на старых месторождениях или где-то рядом маленькие сателлиты этих месторождений дополнительные запасы включили в эксплуатацию или какие-то другие горизонты опять-таки вот этих старых месторождений то есть высасывают усиленно высасывают ту нефть которая по себестоимости еще позволяет России ну как-то поддерживать экспорт нефти вот теперь выясняется что экспорт нефти не вполне поддерживают что касается данных по добыче то они были засекречены вот сейчас мы не знаем на каком уровне находится добыча в России но когда я начинаю разговаривать с менеджерами различных нефтяных компаний мне подтверждают да добыча сокращается добыча на старых месторождениях падает на новые никто не идет и значит Россия теряет по добыче нефти но пытается изобразить это так как будто она действует в солидарности с альянсом ОПЕК плюс ну что из этого получится ну судя по всему ускоряется процесс который уже был заметен ну еще до войны потому что в девятнадцатом году российское министерство энергетики когда там отчитывались они перед Госдумой они объяснили что в России ну где-то тридцать процентов от всех обнаруженных запасов нефти условно говоря рентабельные и легко извлекаемые а 70 процентов для того чтобы их добывать или вообще невозможно по техническим причинам добыть или они требуют дополнительных расходов по технологиям там много разных проблем много трудностей геологического характера и это трудноизвлекаемая нефть которую добывать сейчас никто не собирается но тогда было такое предсказание этого министерства что к тридцать пятому году добыча нефти упадет на сорок процентов с началом войны стало понятно что российские компании для того чтобы поддержать каким-то образом свою деятельность экспортировать как можно больше нефти все что могут экспортировать они интенсифицировали добычу то есть сейчас истощение вот этих старых месторождений идет ускоренными темпами я думаю что вот российская добыча нефти упадет на сорок процентов не к тридцать пятому году а возможно уже года через два а кстати вот еще в прошлом году одним из главных покупателей долгое время российской нефти была Индия там действовала своя определенная даже льготная система но вот за последние три месяца этот импорт Индии российской нефти он стал уменьшаться будет ли Индия в дальнейшем наращивать импорт нефти из России или это уже процесс который скажем так необратимый ну я думаю тут сразу несколько факторов мешают расширению импорта нефти в Индию и даже толкают вот эти объемы вниз на графиках на всевозможных уже два месяца подряд они вот эти объемы сокращаются значит первый фактор это ну вот как мы уже сказали сокращение экспорта общего экспорта российской нефти все понятно и нефти становится меньше второй фактор это обстоятельство что индийские покупатели не могут платить за российскую нефть в долларах потому что банки западные они просто такие сделки не проводят транзакции в долларах не проходят значит нужно платить в рупиях а рупий на банковских счетах уже у российских нефтяных компаний накопилось столько что девать их просто некуда там несколько десятков миллиардов долларов пересчете на рупий такого импорта из Индии у России нет чтобы не за что просто столько заплатить чтобы вот эти деньги каким-то образом утилизировать и поэтому пока они лежат в банке без всяческого применения это фантики это пустые бумажки и конечно российские компании да и сами индийцы говорят вы знаете такие сделки ну как то надо придержать вот эти прирост закупок российской нефти потому что просто за них нечем платить вернее есть чем платить но смысла никакого в этом нету вот такое обстоятельство а затем сыграли свою роль события в черном в черном море поскольку там возникла опасность для движения танкеров и не только танкеров вообще судов возникли ну такие ситуации когда один из танкеров был подбит в Керченском заливе военное судно вблизи от Новороссийска главного нефтеэкспортного порта России на черном море тоже было подбито и поэтому владельцы танкеров сказали что вы знаете мы скорее всего постараемся туда свои танкеры в черное море к России не подпускать и вот на протяжении предыдущей недели всего один танкер был загружен в Новороссийск до этого это было примерно 7 танкеров 5 танкеров вот так вот в среднем по неделе а тут просто перестали туда ходить затем выяснилось что повысили стоимость страхования нефтеналивных грузов из России поскольку опасность реальная опасность военного положения в черном море возникла и стоимость российской нефти для покупателей возросла потому что страхователи страховые компании стали дороже запрашивать за свою страховку и вот все эти обстоятельства когда они сложились получилось так что Индия стала закупать меньше российской нефти надо сказать что индийские покупатели нефтеперерабатывающие заводы даже немного вздохнули с облегчением потому что когда вот эта масса одного сорта нефти Юрлс уральская так называемая смесь из России идет то им у них возникла необходимость в получении других сортов нефти которые они раньше получали вообще в Индии 42 сорта нефти получают из-за границы и там они перерабатываются им нужны разные сорта не только вот один уральский российский сорта им нужна тяжелая нефть легкая нефть с высоким содержанием серы с низким содержанием серы то есть разные сорта а тут вдруг поперло очень много много российской нефти и поэтому надо как-то немножко прижать вот такой импорт вот все обстоятельства когда они сложились вместе получились так что Индия стала закупать меньше мы смотрим на графики морского экспорта из России и видим что сейчас объем экспорта он вернулся в те рамки которые были на протяжении предыдущих пяти лет то есть говорить о том что какой-то взлет поставок российской нефти морем наметился не имеет смысла все вернулось в более или менее нормальное обстоятельство да и Китай он очень сильно сократил закупки российской нефти морем потому что там есть конкурент там есть Иран который с хорошими скидками контрабандой отправляет свою нефть в Китай и зачем он покупает российскую догнать ее еще так далеко из Черного или из Балтийского моря через Суэцкий канал иранцы гораздо ближе они могут в Китай поставлять нефть и поставляют значительные объемы нефти они фактически там не дают развернуться российским экспортерам кстати Казахстан на днях заявил о том что будет закупать танкеры для поставок нефти в обход России вот с чем связаны такие намерения казахских властей и было заявлено что хотят они снизить зависимость от поставок через Россию в ближайшее время существенно ну первое это конечно возможность поставок нефти через трассу КТК Каспийский трубопроводный консорциум он идет из Казахстана через российскую территорию в район Новороссийска и там отгружаются танкеры от плавучих таких бакенов а обстановка в Черном море не позволяет танкерам подходить к Новороссийску и спокойно там загружаться мало того Казахстан понял что Россия не вполне надежный транзитер для нефти поскольку в прошлом году четыре раза подряд по разным иногда надуманным причинам прекращали работу вот этого терминала по отгрузке казахстанской нефти около Новороссийска и в Казахстане где около 80 процентов всего нефтяного экспорта шло вот по этой трассе Новороссийской они задумались куда же нам девать свою нефть там же не только нефть которую казахстанские компании добывают там нефть которую добывают компании из Италии из Соединенных Штатов китайские компании судя по всему даже китайцы начали нажимать на российское руководство через свое руководство чтобы вот это безобразие с угрозой судоходства в Черном море ну с этим пора кончать Казахстан попытался увеличить поставки газа в Германию через российскую территорию по трубе Дружба там идут небольшие сейчас объемы потому что труба из Казахстана идет в Самару а там в Самаре в Самарской области в Альметьевске начинается как раз труба Дружба которая туда идет но там большие объемы вот не удается пока пропустить значит нужно рассчитывать на поставку нефти через Каспийское море в Азербайджан а оттуда уже дальше на Экспор но там тоже у Казахстана проблемы там идет нефтепровод хороший нефтепровод Баку Тбилиси Джейхан к порту турецкому Джейхан на Средиземном море и было бы замечательно по этой трубе гнать казахстанскую нефть но там-то уже идет азербайджанская легкая хорошая и очень дорогая нефт по этой трубе и туда подмешивать менее дорогую нефть из Казахстана это значит ухудшать качество смеси значит Казахстан должен приплачивать за то что он свою нефть по этому маршруту посылает мало того там места в общем не так много остается для нефти из Казахстана есть возможность еще одна это из Баку ну есть нефтепровод который ведет грузинским портом на Черном море и есть железная дорога по которой тоже можно часть нефти отправлять в 4 грузинских порта откуда можно отправлять танкер но там мощность этих линий она не такая как Каспийский трудопроводный консорциум поэтому Казахстан он пытается расширить поставки через Баку туда дальше но он не заменит вот этим объемы которые раньше шли и вот сейчас еще могут идти через Новороссийск большую проблему у России видим с экспортом нефти но вот какая ситуация она же не лучше и на внутреннем рынке в СМИ появились публикации о том что сейчас во время уборочных работ в России столкнулись с нехваткой горючего более того в СМИ пишут о том что эта проблема будет нарастать и ситуация ухудшится в ближайшее время что является первопричиной таких процессов и вот дефицит горючего сейчас насколько может повлиять на уровень инфляции ну как я уже сказал нефтяные компании стараются как можно больше выбросить своих продуктов своей продукции на экспорт экспорт им выгоднее сырой нефти почему потому что им нужно же потратиться на переработку нефти ну в нефтепродукты это раз а второе они очень сильно ограничены в повышении цен на внутреннем рынке и они стараются вот бензин и гистоплива на внутреннем рынке поменьше продавать а больше сырой нефти отгружать на экспорт это одна из главных причин почему возникает дефицит топлива потому что ну вот нефтяники любят экспорт и не любят внутренний рынок внутренний рынок они не любят еще и потому что российское правительство нуждающиеся в деньгах на войну оно ограничило размеры компенсации которые раньше называется это демпферный механизм платили нефтяным компаниям за то чтобы они поддерживали цены на относительно невысоком уровне на АЗС и нефтяные компании когда увидели что им вот эта компенсация сократилась вдвое они естественно решили давайте мы эту нефть будем на экспорт гнать вместо того чтобы перерабатывать и продавать ее себе в убыток а себе в убыток это как например вот становится меньше этой нефти то есть цена нефти на бирже начинает повышаться и когда вот по последним данным я посмотрел там один килограмм бензина ну поскольку на бирже там в тоннах и в килограммах все это мерится 75 рублей но это немножко меньше получится когда на литры переводить ну вы представьте себе там 70 или 65 рублей независимый владелец АЗС начинает покупать вот такое топливо поскольку он будет его продавать потребителям на бензозаправочных станциях это раз и поэтому этот бизнес он сильно не привлекает никого начинает возникать дефицит если уж невозможно повысить цены то возникает дефицит еще один фактор особенно что началось в южных районах России рядом с линией фронта и оккупированном Крыму там это топливо стали поглощать военные им же тоже нужно много топлива и возникают дефициты в том числе и для уборочной страды для сельскохозяйственных работ так что причин сразу очень много и ну главная причина это война это конечно главная причина а дальше уже все это производные от вот этой от российской агрессии интервенции на украинскую землю газета коммерсант на днях написала о том что по итогам первого полугодия 2023 газовый бизнес газпрома стал убыточным и это впервые со времен пандемии во второй раз за последние 20 лет 25 лет о чем пишет коммерсант причиной плачевного состояния дел в компании называют резкое падение выручки от экспорта ну а чистый убыток головной компании по итогам первого полугодия составил 255 миллиардов рублей насколько эти убытки на деятельности газпрома скажутся вы знаете вот ровно 6 лет тому назад такая же была ситуация с газпромом когда вдруг выяснилось что у него чистая прибыль сократилась в 8 раз вот была точно такая же статистика сейчас чистая прибыль в 3,5 раза сократилась но объем вот этих по деньгам и я тогда в фейсбуке написал вы знаете ну как на это отреагирует руководство газпрома ну как вот как привычными методами это все верно и сейчас значит реакция номер один газпром будет затевать какие-то ужасно дорогостоящие новые мегапроекты куда потребуется еще вкладывать много-много денег да смотрим по указанию президента газпром не теряет надежды начать сейчас вкладывать гигантские суммы в строительство нового газопровода с Ямальского полуострова через всю Сибирь через Монголию в Китай так называемые силы Сибири-2 вот куда он должен вкладывать огромнейшие суммы и второе и второе последствия вот таких такого печального финансового положения газпрома будет вот как всегда из года в год это будут повышенные суммы денежного содержания членов правления членов совета директоров газпрома то есть они будут получать больше денег несмотря на то что газпром демонстрирует что это не вполне выгодная компания и что акции газпрома торгующиеся на российском финансовом рынке это в общем-то файти ну а как в целом на экономической ситуации сейчас скажутся эти убытки газпрома ну как вот газпрому помогут я нисколько в этом не сомневаюсь начать строительство начать вкладывать деньги в строительство нового газопровода не спадает то что китайцы никакого согласия на этот проект не давали я думаю что это пойдет и ну это любимое детище российского президента его нельзя оставить без внимания и поэтому я думаю что да и зарплаты миллера и его группы руководителей компаний тоже повысятся а цена акции газпрома на рынке она должна падать ну это игра в лотерею это не это не серьезно вот от фундаментальных показателей работы компании от финансовых показателей цена акции не сильно зависит там просто идет игра какая-то между своими игроками на этом финансовом рынке а на России ну как это скажется ну меньше будет денег идти из газпрома федеральный бюджет наоборот пока есть еще какой-то фонд национального благосостояния оттуда могут идти какие-то субсидии газпрома возможно сократят налоговое бремя на газпром потому что вот в прошлом году он его попросили выделить дополнительно чуть-чуть не полтора триллиона газпром взял и выделил эти деньги хотя никакие законы ему этого не предписывали но это вот любимая игрушка президента поэтому ничего с ней думаю страшного не случится она будет работать и дальше поговорите любимое детище любимая игрушка Путина это один из инструментов его прямого обогащения или вот какие задачи он решает это не главное это совершенно мы видим как обогащаются те кто сидит в газпроме и при газпроме это да сколько там достается из этого Путину или каким-то его и другим приятелям это я просто не знаю и мне это не очень интересно потому что Путин как вот ну как бы логическая первооснова такой системы которая позволяет вместо того чтобы пускать деньги народные в общем-то деньги деньги налогоплательщиков на то чтобы повышать благосостояние российского населения они идут на агрессивную грязную войну они идут на обогащение вот миллеров всяческих ротенбергов и прочих людей приближенных к ну как это воровская власть вот она эти деньги пускает на себя в газпром это удобный инструмент чтобы перераспределять такие деньги и газпром роснефть вот государственные такие образования да ну система так работает а путин как руководитель этой системы как назовите его пахан или крестный отец этой мафии ну вот он стоит там во главе а система работает насколько уровень инфляции может вырасти вот как раз осенью и какой уровень инфляции в состоянии выдержит простой россиянин нет это ну тут сразу несколько обстоятельств во-первых предсказать это очень трудно то что от каких факторов это зависит ну первое это конечно курс российской валюты потому что в России ну нужно импортировать продовольствие медикаменты оборудование тому из того же Китая из Турции из арабских стран со всего мира надо много много всего импортировать а когда стоимость рубля снижается стоимость валюты наоборот повышается это значит что цены в магазинах должны будут расти с 95 процентов лекарств и компонентов для лекарств это все импортное за это надо будет больше платить продовольствие и товары народного потребления там где-то 65 процентов импортного вот Россия не научилась даже извините трусы шить не говоря уже о том чтобы самолет нормальный построить или утюг электрический нормальный сделать поэтому надо много чего импортировать это значит цены вот предсказать будет это галлопирующая инфляция когда уже двумя цифрами будет измеряться темпы инфляции или какие-то другие темпы я сейчас не могу предсказать как это все пойдет но это опять это потому что деньги-то идут на войну а не на то чтобы поддержать жизненный уровень страны михайлованович благодарю вас как всегда за интересный обзор рад вас видеть на канале сейчас берегите себя и до скорых встреч спасибо вам и всего доброго михайло крутихин экономичный аналитик из нафтогазового рынка был разум с нами у Типу Ритро Дитину наших глядачей закликаем мать какие-то пытания будь ласка залишайте их под этим стримом увязково будем розглядать наступного разу підтримайте цей стрим своим лайком коментарем ну и так само підпустите на канал сейчас ценуемо зворотник зазов и с каждым из вас